Всем привет! Сегодня наша долгожданная рубрика истории, истории, которые происходят с должниками. И сегодняшняя история будет конкретно про выконавчий напыс нотариуса ВНН. Это будет история о том, как успешно отменить этот выконавчий напыс в суде, так называемые победные истории. Если вам интересна эта тема, советую вам посмотреть это видео до конца, а я начинаю. Итак, все, кто брали когда-то беззалоговые кредиты или МФО, еще до войны, очень существенно знакомы с таким понятием, как ВНН или выконавчий напыс нотариуса, которые до войны кредиторы массово осуществляли и просто заваливали ими частных и государственных исполнителей, арестовывали людям карточки, имущество, списывали деньги. То есть люди серьезно страдали от этого и спастись от этой навалы можно было только одним способом. Это обратить с иском в суд. Вначале остановить исполнение исполнительного документа в исполнительной службе, а потом, если вы отменили эту исполнительную надпись, закрыть само производство. И если у вас забрали какие-то деньги в рамках этой исполнительной надписи, то эти деньги вам должны вернуть. Итак, что же сейчас с этим происходит? Ну, дело в том, что радостная новость, и у нас есть видео на эту тему уже достаточно давно, советую вам посмотреть, что исполнительные надписи нотариуса, они отменены. Сейчас кредиторы их больше делать не могут. Поэтому все, кто брали беззалоговые кредиты, все, кто брали МФО, сейчас уже могут расслабиться. Но, как быть с теми производствами, которые были открыты до войны по исполнительным надписям нотариуса? Как быть с исполнительными надписями, которые были выданы, но не были предъявлены к исполнению? Ведь это все остается проблемой, и это все, так сказать, мешает людям. К сожалению, здесь путь только один. Новых исполнительных надписей уже не будет, но старые, как неподанные, так и поданные, если вам открыто у вас исполнительное производство по ним, то вариант у вас только один. Это суд. Вам нужно подавать тиск в суд. И сейчас я хочу вам показать и рассказать конкретный пример, как это происходит. Вот судебное решение. Непосредственно человек взял в МФО 50 тысяч гривен, не смог их вовремя отдать, хотя при этом заплатил больше 75 в МФО, и они подали еще и сделали исполнительную надпись на 96 тысяч гривен. И, соответственно, исполнитель открыл это производство и арестовал человеку все имущество, карты. Но он вовремя обратился к специалистам, был подан иск в суд. Производство было остановлено, то есть деньги с карты не успел списать исполнитель. И спустя некоторое время было уже решение суда по отмене этой исполнительной надписи. То есть, обращаю ваше внимание, когда вы подаете иск в суд по отмене исполнительной надписи, обязательно подавайте вместе с иском заяву про забеспечение позову, который вы попросите в суд, то есть, чтобы исполнитель пока идет в ваш суд, а он же может идти несколько месяцев и полгода, ничего у вас с карт не списал, ничего не забрал ваше имущество, чтобы он был заморожен, это исполнительное производство, а исполнитель бездействовал. Вот это важный момент, он происходит до суда, потом уже идет слушание, есть решение, и когда есть решение, вы идете с этим решением к исполнителю и закрываете исполнительное производство. Если исполнитель успел что-то забрать у вас, он обязан это все вам до копеечки вернуть. Даже если отправил это кредитору, должен оттуда забрать и отдать вам. В этой конкретной истории процесс судебный шел 4 месяца непосредственно, и апелляцию кредитор не подавал. Так сказать, он понимал, что это безнадежно. Вот такая история. Надеюсь, она вам понравилась. Если да, то нажимайте лайк этому видео. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы знать обо всех наших новых видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях, мы будем стараться на них отвечать. И если вам нужна наша помощь, в том числе и помощь наших специалистов, которые получили это видео для нашего клиента, не забывайте, что телефон находится нашего контакт-центра в описании к этому видео, и вы можете, позвонив к нам, записаться к нам на консультацию и после получить нашу помощь. Будем рады вам помочь. Всем успехов!